В понедельник рабочий день самарских дворников начался раньше обычного. Из-за снегопада, который обрушился на область в выходные. За это время выпало более 80% от месячной нормы осадков. Ситуация не критическая, но она выявила слабые места. Оценивает работу коммунальных служб и служб благоустройства Олег Фурсов на оперативном совещании в администрации. Я проехал через два района, трех дворников нашел, которые вышли только-только на работу. Ну о чем это говорит-то? Я кого убеждал весь этот год вас? Почему эта информация не доходила до подчиненных? Почему не доходила до работников? Значит, возьмите себе в норму снегопад, значит, выходите не в 8 утра, а в 5 утра, в 4 утра. Главам районов Олег Фурсов поручает организовать работу так, чтобы никакие погодные сюрпризы не могли помешать горожанам передвигаться по городу. Уже к началу рабочего дня чистыми должны быть дороги, тротуары и подходы к подъездам. Она будет организована именно так, как сегодня требует от нас глава. Первое, будем работать, выходить в 4-5 часов утра, выводить дворников, выводить всю технику и работать. Только за выходные городская административно-техническая инспекция выписала более 300 штрафов организациям за неубранную территорию. Образцом для подражания могут стать школы и детские сады. Для них городские власти закупили в этом году более 180 снегоотбрасывателей. Техника уже пошла в бой. Дети в школу идут, и хлебные машины подъезжают. Достаточно рано эти работы проходят. Мы в пятницу с руководителями общались, еще раз всем напомнили о том, что начинается период снегопада, чтобы они уже свою всю технику подготовили. Если справляются дворники у школ быстро, а это должно быть, да, в 10 раз производительнее, значит, можно, наверное, рассматривать вопрос об аренде людей с техникой, близлежащим управляющим компаниям, для того, чтобы помогать им в российских тротуарах. Но все должно быть по согласованию с департаментом образования, по согласованию с людьми. Это, конечно, должна быть дополнительная плата, но техника должна работать. В этом году принято решение не использовать песок с солью в исторической части города, Самарском, Ленинском, Октябрьском районах и в части железнодорожного, а также на основных магистралях. Это поможет сохранить город чистым, говорит Олег Фурсов. Вместо песка с солью будут использовать противоугололедные реагенты. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События.